Ни в коем случае мастер не может начинать прокрашивать всю полностью уже поверхность губ, не убедившись, что он идеально симметрично зафиксировал эскиз. Фиксация эскиза губ. Мы учим фиксировать без контура, без первичной анестезии, мелкими штрихами по краю красной линии, не заходя на белую. Белая это граница, за которую нельзя заходить. Мастер создает вдоль контура, с этой стороны, с внутренней, полосу примерно шириной в миллиметр-полтора, мелкими, воздушными, легкими штрихами, чтобы не было одной сплошной линии, потому что вот эта одна сплошная линия, она очень часто выглядит ярче, чем вообще, в принципе, все губы, и при прокрасе к ней сложно подобраться. Параллельно мастер также прочеркивает все губы, чтобы вскрыть кожу, чтобы анестезия сработала. То есть, в принципе, движение такое. Такие неспешные штрихи вдоль контура, плотно, штук, наверное, 10-20 штрихов на расстояние миллиметр-полтора, и потом быстро прочеркать все губы, чтобы повредить кожу, чтобы сработала анестезия. Эскиз не должен быть ярко виден, он не должен иметь прям яркой, четкой границы. Линия должна быть мягкая, чтобы от нее было легко прокрашивать, и не тонкая, чтобы к ней можно было легко подобраться. Также мастер должен обязательно проверить, лег ли пельмен, то есть, зафиксировал ли он эту линию. Ну, тут все отлично, четко видна граница. То есть, вот такая мягкая, размытая линия, и от нее уже вглубь мы будем прокрашивать, в зависимости от пожеланий клиента, плотно, неплотно, с объемом, либо просто полностью прокрашивать. Обязательное условие, это когда полностью зафиксирован эскиз, протереть, стереть хорошо все губы, и сесть посмотреть по симметрии, чтобы вот это место, оно самое красивое, самое идеально прорисованное, и симметричное должно быть. То есть, ни в коем случае мастер не может начинать прокрашивать всю полностью уже поверхность губ, не убедившись, что он идеально симметрично зафиксировал эскиз, что нижняя губа прям круглая, симметричная, верхняя по отношению слева и справа друг к другу тоже симметричная. Потом уже мы вставляем вату в рот, чтобы не тек пигмент, ватный диск, чтобы не затекал пигмент и анестезия. И прокрашиваем смело, не боясь того, что отек исказит наш эскиз, потому что очень часто мастера совершают ошибку, сразу после фиксации начинают плотно прокрашивать. Ну, это касается новичков в основном. После фиксации плотно прокрашивают, и в процессе появляется отек, и они уже не уверены, было симметрично, несимметрично. Поэтому я настаиваю на обучении, чтобы мастера обязательно проверяли по симметрии. Это сейчас работает ученик, поэтому несколько медленно. Вообще это все делается гораздо быстрее, но опять-таки у нас не скорость, главное результат. И желательно проверить в нескольких местах, чтобы убедиться, что легло. Вот примерно вот так зафиксированный контур, это хорошо. То есть сейчас губы побелели от анестезии, и четко видна бледная, размытая граница. Но вот, допустим, арка Купидона, немножко она может потеряться. Ее сейчас мы прорисуем четче, и нижнюю губу сделаем вот с левой стороны, мы сделаем нижнюю губу чуть-чуть круглее. То есть она в процессе немножко ушла внутрь. Вот видите, и если бы мастер не сел смотреть по симметрии перед процедурой, перед основным прокрашиванием, то вполне возможно, что эскиз был бы потерян. Вот на этом этапе, когда можно абсолютно точно восстановить идеальный эскиз, надо зафиксировать его прям максимально хорошо видным, и уже спокойно прокрашивать, не обращая внимания на оттеку. I guess this is growing up. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok